Та-дам! В общем, новости на будущее, так сказать. По итогам прошедшего ACBJJ14, Заурбек Хасиев опубликовал в своем инстаграм два принципиально важных заявления, в которых призвал бойцов лиги к большей активности во время поединков. Все передовые зарубежные таблоиды тут же раструбили эту новость и давай ее обсуждать и мусолить. Ну что ж, степень зрелищности поединков бойцов ММА, которые принимали участие в ACBJJ14 30 июня в Крылатском, президент лиги привел в пример зарубежным звездам бразильского джиу-джитсу, которые, ну, чего греха таить, время от времени, бывает, столят схватку, сушат схватку, в общем, ведут себя некорректно по отношению к нам, болельщикам, которые жаждут видеть шоу и экшен. Если вы недостаточно смелые, чтобы рисковать и показать интересный бой для поклонников джиу-джитсу, вы в конечном итоге не узнаете, на что вы способны на уровне ACB. Один из главных критериев при выборе бойцов в лиге – это сила воли и сила духа. Нас не интересуют бойцы, в которых нет такой уверенности, написал Завурбек Хасиев. Бойцы лиги дружным хором поддержали Завурбека Хасиева в комментах. Мы, как болельщики и джиу-джитсу фаны, искренне верим, что слова президента лиги дойдут таки до бойцов ACB.JJ, они это намотают себе на ус, и мы больше не увидим двойных дисквалификаций и титульных матчей, в которых в течение трех раундов происходит ничего. Кстати, есть версия, что в правилах лиги ACB и JJ будут внесены некоторые изменения и дополнения, которые ограничат возможность бойцов столить, холдить и сушить поединки. Пока возможные изменения не озвучены и не опубликованы, но мы свято верим, что они пойдут на пользу лиги и джиу-джитсу как спорту в целом. Говоря о лиге ACB JJ, стоит напомнить, что уже в эти выходные 7 и 8 июля состоится чемпионат мира ACB JJ World 2018 в ГИ. Давайте посмотрим, кто из наших черных поясов заявлен для участия в этом чемпионате. Как известно, впервые в истории лиги ACB JJ в этом чемпионате заявлены категории Мастерс, ну, то есть Мастерс 1 и Мастерс 2. И это обстоятельство, несомненно, должно было увеличить возможность увидеть наших отечественных черных поясов на татаме чемпионата мира. И да, в категории Мастерс 1 75 кг мы видим Леонида Готовского, первого российского черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, основателя и профессора Леон Академии. И это круто, учитывая, что Леонид не выступал в ГИ на территории России, кажется, с 2013 года. Далее, в категории 95 плюс Мастерс 1 заявлен Эльдар Якудзарафигаев, он хоть и не живет в России, но есть ряд причин, по которым мы можем считать его своим парнем. В Мастерс 2 85 кг в черных поясах заявлен Заур Жентиголов из команды Беркут. Кто же нас порадует своим выступлением в дивизионах Адалт? Категория 65 кг. Максим Рубинский. Вы не знаете Максима. Это черный пояс от Лео Вейра, который проживает в Украине и является главой украинского отделения команды Чекмат. Интересный спортсмен. Кстати, в рамках Компетишн Кэмпа, который пройдет в клубе Тайгер Москву на базе Академии Чекмат Москву Адаев Тим, Максим также принимает участие и как спортсмен, и как один из тренеров. Кстати, о тренерах. Заявлена целая команда шикарных блэкбелтов. Ну, разумеется, Максим, как мы уже говорили, сам Даут Адаев, Габриэль Лукас по кличке Федор, кстати, отличным мужиком оказался. И еще пара известнейших черных поясов из Бразилии, имена которых мы не можем афишировать, ну, по ряду причин. Но, если вы придете на этой неделе потренироваться и принять участие в Компетишн Кэмпе в Чекмат Москву, я думаю, вы будете приятно удивлены. Ну и, разумеется, не останетесь без новых знаний и шикарного опыта. И фоточек. Так вот, продолжим. 85 килограммов. Адалт. Блэкбелт. Россию представляет Аюб Магомадов. К сожалению, один. Один в компании серьезных монстров. В весе 95 килограммов в черных поясах всего 5 человек, и среди них Ринат Кашаев, которого многие в российских интернетах больше знают как Акулу. Вот, собственно, и весь список. Кстати, если вы вдруг запамятовали зарегистрироваться или оплатить свою регистрацию на Чемпионат мира ECB JJ World Championship 2018 ГИ, то у вас есть время до конца этого дня. И ровно в полночь карета превратится в тыкву, а вы останетесь у разбитого корыта наедине с жабой, которая вас, очевидно, душит. Так вот, собственно, о компетишн-кэмпе, который проходит на этой неделе в Чекмат Москву. Как сообщил нам Даут Адаев, это недельный интенсив под руководством целой обоймы черных поясов. Сам Даут Адаев, Габриэль Лукас по кличке Федор, украинский Black Belt Максим Рувинский и еще несколько черных поясов из Бразилии, где в лесах водится много-много диких обезьян. Записаться на полный кэмп или на одно отдельное занятие достаточно легко. Стоимость участия в кэмпе за всю неделю 3000 рублей, а одно занятие 1000 рублей. Недорого, да? Продолжая тему получения знаний. 4 июля в Лудус-дом состоится семинар новоиспеченного черного пояса Кеннеди Массиэл, которого все привыкли называть просто Сын Кабрини. Ох, приклеилась такая этикеточка к парню. В общем, Сын Кабрини будет давать мастер-класс 4 июля в 19.30 в Лудус-дом. Стоимость 1500 рублей. Запись по телефону, которую вы можете найти на официальной страничке Лудус-дом. Кстати, у Кеннеди на этой неделе грядет дебют. В дивизионе черных поясов. И, разумеется, состоится он 8 июля в рамках ACB JJ World Championship Gi. 9 июля еще один семинар. Тема неизвестна, но лектор заявлен. В Лудус-дом на этот раз учить правильно бороться нас будет Филиппе Пенна. Ну, что тут говорить. Приходите, платите бабки и получайте знания. Забавно, что стоимость семинара Филиппе Пенна равна стоимости семинара сына Кабрини. Также 1500 рублей. Ну и еще одна хорошая новость. После небольших вынужденных каникул клуб 22 снова открыл свои двери для студентов. Так что, если вы хотите постигать науку джиу-джитсу под руководством двух российских черных поясов Михаила Погодина и Станислава Варшавского, что называется Welcome. Всем привет. По некоторым слухам нам настал капец. Я тоже это слышал, расстроился сначала, но потом выяснилось, что это не так. Поэтому, что я могу вам сказать. Наверное, стоит завязывать лениться, пухать, нюхать есть грибы и прочую шнягу. То, что делают некоторые люди летом, это как-то собраться с силами и приехать на тренировки. Что мы вам можем здесь предложить новенького? Наверное, новенького пока ничего, но все старенькое в квадрате вам точно обеспечено. Очень будем рады всех видеть. Старых друзей, дорогих друзей, дешевых врагов. И вообще всем рады, ни за кем не бегаем, но и ни от кого не отмахиваемся. Приходите, будем рады вас видеть. Фух, ну и хватит на сегодня. А то только начало дня, а я уже что-то устал. Пока. А оставайтесь с нами и будьте в курсе всех событий. Да, всех событий. Не могу понять, то ли у меня гример с костюмером так себе, то ли я старый. Нет, наверное, все-таки гример с костюмером что-то налажали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok